Мы пришли вам помочь купить продукты и всем необходимым, что вам надо. Потребно купить продукты харчевания с леками и доставить сюда. Списы грошей давно подрихтованы. Паулине Тарасовне Мацвичук 92 годы. Неглядя на такие солидные взрослые, чувая на себе довольно добро и мягчимо сама обходила за продуктами. Однако, зрук давно уже не той. Женщина маль не бачить, а тому волонтеры приходят на допомогу. Очень приятно. Закупили, принесли, пользуйся только, не беспокойся, что надо самому идти и так дальше. Я очень благодарна вам. А зараз на постоянной основе у территориальном центре социальных обслугований насильниц в московском районе Бреста знаходится 490 граждан. За ними сочет 50 сц. работников. Кожен из подопечных может звернуться за допомогу, яку обовязково отримая. Особливо зараз, подчас усветной пандемии. В московском районе проживают более 5700 одиноких граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. Поэтому территориальным центром социального обслуживания населения московского района ведется активная работа для оказания им помощи. Эта работа очень важна в целях заботы о пожилых людях. Поступающие заявки мы региструем в определенном журнале, который у нас разработан, где мы пишем полностью информацию о заявителе. И вот за это время к нам поступило 6 заявок. 6 заявок, причем одна заявка не была выполнена, потому что она была снята. Да раньше пешим волонтер отправляются по адресах зами проводить инструктаж, так самокожному выдают маски и пальшатки. На данный момент у нас сформировалась команда из 20 ребят, которые готовы в любой день помочь, в любое время, которые готовы выехать. Конечно же, всех их мы инструктируем и, конечно же, мы им даем все средства индивидуальной защиты. Звернуться за допомогой территориальный центр своего района, цью комитет по праце занятостей социальной обороны Брестского обл. Гангама можно по будням с 9 до 18 годин. Ганна Буйкевич, Играна Капиантеля, радиокомпания Брест.